Здравствуйте! Продолжаем наши лекции по курсу физиологическая кибернетика. Сегодня восьмая лекция и посвящена она регуляции функций в организме, самоорганизации внутренних процессов. Какие две среды важны для жизни человека? Внешняя, в которой он живет, и внутренняя, в которой функционируют все клетки, органы и ткани тела. Между ними имеются барьеры, это наша кожа и так далее. Клетки тела человека. Они нормально функционируют при температуре от 36 до 38 градусов. Нормально. Повышение или понижение температуры за пределы этих границ приводит к нарушению функций клеток. Это вы хорошо знаете. Тело человека определяется во многом, ну, вернее, функционирует тело человека во многом определяется температурой, хорошо балансирует, хотя диапазон у многих животных выше, чем у нас от 36 до 38. И оно сохраняет себя на льдем, на песке, в фургум и при обливании, например, холодной водой. Многие клетки почти мгновенно гибнут при помещении их в дистиллированную воду. Организм же может переносить и водное голодание, и избыточное поступление воды и солей. Обратите внимание, воды и солей, но только не дистиллированную воду. Хотя организм это совокупность клеток и там срабатывают другие механизмы. В основе деятельности организма и его описания лежит понятие гомеостаз. Подобное, одинаковое, то есть способность биологических систем противостоять изменениям и сохранять динамическое относительное постоянство состава и свойств. И было открыто в 1929 году Кэноном. Регуляция, тоже вы хорошо знаете уже из прошедших курсов по медицинской кибернетике, это координирующее влияние на клетки, ткани и органы, приводящие их в деятельность в соответствии с потребностями организма и изменениями окружающей среды. Понятно, что регуляция не может быть без наблюдаемости. Регуляция организма происходит по двум основным. Это нервным и гламоральным механизмам. Вот можете подумать на досуге, изучить литературку и попробовать заполнить такую табличку. Способ регуляции нервов гуморальная, механизм регуляции, быстрота реакции, направленность, эволюционный возраст и экономичность процесса. И вы увидите, сравнивая эти два механизма, какой из них быстрее и так далее. Сразу скажем, что гуморальный более древний, основан на химических процессах, нервный более поздний механизм регуляции, который возник эволюционно, он основан на электронной проводимости. Но между тем, именно благодаря гуморальной регуляции происходят многие процессы и более отлаженный механизм, поскольку он более старый, он хорошо развит, например, у термитов. Каково же значение саморегуляции регуляции физиологических процессов в организме? Каждый из двух основных механизмов регуляции функций в организме нервы и гуморальные тесно взаимодействуют. Они дополняют друг друга, обеспечивают важнейшую особенность нашего организма саморегуляцию физиологических функций, приводящую к автоматическому поддержанию необходимых организмам в условиях существования. Гуморальная регуляция это регуляция, осуществляемая при помощи химических веществ или гормонов, о чем мы только что говорили. Они выделяются в кровь и тканевую жидкость. Перенося жидкость им организма, химические вещества влияют на деятельность органов, обеспечивают их взаимодействие. Откуда же берутся эти гормоны? Ну, вы уже это знаете. Вы не только кибернетики, вы еще и медики. Так, гормоны вырабатываются железами внутренней секреции, входящих в состав эндокринной системы. Эти железы выделяют гормоны в кровь, так как не имеют специальных выводных вратоков. Железы внутренней секреции это эпифис, гипофис, щитовидная железа, поджелудочная железа, надпочники и половой железы. Они расположены примерно одинаково у мужчин и женщин, ну, за исключением, разумеется, половых желез. Так, кто же главнее? Нервная регуляция считается, что принадлежит ведущая гуморальные факторы, звену в нервах гуморальной регуляции. Ну, вот, кто главнее этой серии, кто был первой курицей или яйцом, забывая при этом о петухе, нет, не без гуморальной регуляции у нас будет отсутствовать нервная, а без нервной регуляции, гуморальных факторы, как звено в этой самой регуляции, будут нестабильно работать или вообще не работать. Ну, например, такой пример. При избытке сахара в крови нервная система стимулирует поджелудочную железу, инсулин в крови, гликоген в мышцах и печени. Человек испытывает жажду, повышается концентрация солей и веществ во внутренней среде организма, происходит раздражение рецепторов в сосудах, срабатывает центральная нервная система, в частности гипофиз, вырабатывается гормон АДГ, антидориндрический гормон, и почки удерживают воду, плюс возникает чувство жажды. Так что же главнее, нервная или гуморальная регуляция? Продолжим наши примеры. Адреналин в надпочечнике в крови усиливает сердцебиение и сужают кровеносные сосуды. Горячая вода воздействует на кожу и расширяет эти сосуды. Углекислый газ в крови усиливает дыхание. Наш латерный спирт резко усиливает дыхание. Солнечные лучи в жаркий день усиливают сердцебиение, дыхание и расширяют кровеносные сосуды и кожу. Импульсы, передаваемые по одним нервам, расширяют, а по другим сужают сосуды. Так что же главнее? Рассмотрим некоторую классификацию методов анализа сложных систем. Для решения задач анализа систем может быть использован общий подход к исследованию систем, изложенный выше. Однако этот общий подход может быть реализован в зависимости от конкретной задачи исследования системы, выделяя два основных подхода микро- и макро-подход. Ну, разумеется, есть что-то промежуточное. Применение микро-подхода сводится к исследованию отдельных элементов ячей, и совокупности которых состоит система. Выбор этих элементарных ячеек неоднозначен и определяется задачами исследования системы. При использовании микро-подхода изучается структура каждого из выделенных элементов системы, их функции, совокупности, диапазон возможных изменений параметров, после чего делается попытка понять процесс функционирования системы в целом. Задачи микро-подхода состоят таким образом следующими. Выявление элементов исследования системы, изучение структуры выделенных элементов, раскрытие функций каждого из элементов и выявление связи между этими элементами. Важно отметить, что возможности микро-подхода в отношении исчерпывающего исследования сложных систем управления ограничены в силу следующего обстоятельства. Практическая реализация наиболее важного этапа микро-подхода это выявление элементов системы. Она сопряжена с необходимостью преодоления противоречия между желанием возможного более детального изучения каждого из элементов системы и реальными возможностями установить при этом структуру системы в целом и характер ее функционирования. Действительно, если размер этих элементов выручить большими, задача установления связи между ними в интересах анализа системы в целом будет решаться легко. Однако мы не поймем, как все это работает. И трудно будет изучать каждый отдельно этот элемент, поскольку придется его дальше дробить. Можно наоборот, каждый из элементов выбрать настолько малым, что изучить его индивидуальную структуру будет сравнительно просто. Однако в этом случае совокупность связи станет огромным, возникнет проклятие многомерностей, и мы утонем в болоте описания взаимодействия этих ну, то болоте, это не мое выражение, одного из этих черных описаний взаимодействия для того, чтобы решить конкретную простую или не очень простую задачу. Макро-подход При макро-подходе сложность системы управления рассматривается как черный ящик, внутреннее строение которого неизвестно. Такая ситуация имеет место, например, при изучении недоступных управляющих систем, например, противникам, ну, особенно в теории игр, или систем, строения которых изучены недостаточно полно. Сущность макро-подхода определяется специфическими особенностями сложных систем управления. В процессе макро-подхода исследователь имеет возможность воздействия различным образом на вход системы анализировать ее реакцию на соответствующие входные воздействия. Чем больше разнообразных воздействий поступает на вход системы, тем детальнее можно выяснить природу изучаемой системы. При этом мощность множества входных воздействий принципиальным образом связана с неразначенным состоянием выхода в систему. Если на каждую новую комбинацию входных воздействий система реагирует непрогнозированным образом, испытания системы необходимо продолжать. Успешно справиться с разнообразным выходом системы можно только при помощи разнообразия входов. В процессе макро-подхода исследователь сознательно ограничивается анализом поведения системы лишь на множестве интересующих его воздействий, то есть лишь в тех ситуациях, реакция системы в которых представляет практическую важность. При использовании макро-подхода при анализе сложных систем необходимо учитывать ряд важных обстоятельств. При исследовании многих реальных систем стоимость каждого эксперимента может быть столь высока, что их число не может быть слишком большим. Измерение любой экспериментальной величины всегда осуществляется при воздействии по миг, в силу чего результат эксперимента случайная величина. Условия проведения эксперимента могут меняться от одного эксперимента к другому. Общее количество эксперимента может ограничиваться не только стоимостью, но и какими-либо другими факторами, например, пропускной способностью системы измерения и ограниченностью допустимого интервала измерения. Макро-подход позволяет решить следующие задачи. Во-первых, выявить макрофункцию системы как отображение множества входных воздействий на множество реакций системы. Во-вторых, изучить целевое назначение системы. В-третьих, исследовать коды входной и выходной информации. В-четвертых, исследовать связи изучаемой системы с другими системами в процессе ее функционирования. Практические возможности использования этого метода часто ограничены трудностью, а иногда невозможностью воспроизведения в натурном эксперименте условия функционирования исследуемой системы близкой к реальному. Некоторые физиологические переменные, такие как глубокая температура тела, давление, PH крови, концентрация в ней и глюкозы, подвержены определенному гомеростатическому регулированию и предполагают следующее. Во-первых, должны существовать средства для сенсорной регистрации изменений регулированной переменной входа. Ну, иными словами, наблюдаемость входа. Затем нужны какие-то средства для расшифровки, интеграции и трансценцированной информации, чтобы выдавать адекватные поправки. Это система регулирования. И, наконец, необходимы эффектурные механизмы, то есть воздействие, собственно говоря, регулирование, противодействующее вызванному изнеотклонению переменной, настолько, чтобы вернуть ее в допустимые и приемлемые пределы. Здесь показана связь между входными и выходными сигналами и центральной нервной системой. Состановленные системы, среды анализируются, на которые действуют возмущения. Дальше формируются входные сигналы, которые поступают в центральную нервную систему. Она формирует выходные сигналы, и те через эндокринные системы, гладкие мышцы и поперечно-полосатые мышцы осуществляют управление. Можно потом вам остановиться сюда более подробно и досмотреть. Кратко опишем рисунки. Итак, здесь представлена взаимосвязь между тремя основными компонентами системы управления бликопитающим. Интеграция практически целиком возложена на ЦНС, центральную нервную систему. А центральные органы мнения, ее так называемые периферические, передают ЦНС по афферентным сенсорным нервным волокнам информацию об изменениях как внешней, так и внутренней среды. Самое ЦНС, кроме того, многие участки чувствительны к специфическим изменениям состава крови. Это центральные рецепторы. Информация о периферических сенсорных органах и центральных рецепторах составляет входной сигнал для центральной нервной системы. На основании этой информации ЦНС вырабатывает адекватный выходной сигнал, который вызывает соответствующие реакции в афферентных тканях и тем самым обеспечивает необходимые поправки. Обратная связь. Помним, что самое главное в кибернетике. Она была в этот отрицательной положительной. Рассмотрим здесь, например, лабораторную лутяную баню с термостатом, установленную на 37 градусов. Вода в бане отдает тепло окружающей среде, остывает, и как только температура падает ниже 37 градусов, включается нагреватель и вновь ее поднимаем. Ну, классическая вещь. Вашего дома регулятора воды, температура воды в кране, если у вас не имеется соответствующий аппарат. Это пример отрицательной обратной связи. То есть результат деятельности нагревателя, повышение температуры воды, само по себе обеспечивает выключение нагревателя. На языке кибернетики это называется выход системы, определяет ее вход. Однако это происходит строго определенным образом, а именно уменьшение отклонения действительной температуры воды от заданного значения. Это называется обратной связью по отклонению. Обычное горение можно рассматривать, как пример положительной обратной связи. Повышение температуры способствует распространению пламени. Аналогичный процесс – это цепная реакция в ядерной физике, его достаточно сложно остановить, примерно на черном углу. И обратная часть возникает, когда последствия системы возвращаются на один из ее входов, тем самым указывая влияние на последующих выходах. Таким образом, такая система способна оценить достигнутое, сравнить ее с тем, что должно быть достигнуто, и в случае отрицательной обратной связи скорректировать свой выход должным образом, чтобы свести к минимуму отклонения от достигнутого цели. А в случае положительной, наоборот, привести к новому состоянию. Вот здесь примерно показана регуляция глюкозы в крови для капитающих. Многоклассическая схема описывается на любом учебнике. Здесь имеются гормоны, стимулирующие тормозящие, инсулирующие гормонозы, глюкокон, эвкаротиды, адреналин и тероксин, которые решают вопросы регуляции в данном случае. Это, в общем-то, сильно упрощенная гидравлическая модель циркуляции крови в крови, кровяной полуглюкозы и ее связь с заповлюкогеном в органе. Концентрация глюкозы в крови представлена как уровень жидкости в баке. Уровень этот, очевидно, зависит от географической суммы притока и оттока. Но не все так просто в организме. Приток осуществляется двумя путями. Во-первых, периодическим поступлением глюкозы в кровь после приема пищи в результаты всасывания углевозов. И, во-вторых, мобилизация глюкозы из депугликогена главным образом из печени. Глюкоза расходуется из пола по мере потребления в тканях. Следует отметить, что большинство тканей способны использовать для обмена как глюкозу, так и метаболит и жиров. Кроме того, глюкоза может извлекаться из крови и записываться в виде гликогена. А при достаточно высокой концентрации выводиться смачивая. Много у человека концентрация глюкозы в крови остается в пределах, обозначенной серым на рисунке. Можете вернуться к нему. Давайте посмотрим еще раз. Серым, обозначенный на рисунке. Так, во время всасывания уровень может достигать до 6,7 моли. А тогда после умеренного голодания концентрация может падать до 3,5 моли. В верхней границе нормы происходит гликогенез, то есть в депо гликогена поступает больше глюкозы, чем из него расходуется. Если концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,3, глюкоза не проникает в клетки, за исключением клеток головного мозга. Остальным клеткам в этом случае приходится черпать метаболическую энергию из жиров. Если уровень глюкозы продолжает падать, то глюкозы не хватает даже для мозга. Возникает судорога, комома и детальный исход. Как определяется направление перемещения глюкозы? Ответ заключен главным образом в действии различных гормонов, которые служат своеобразными клапанами и регулируют давление, должным образом поступлением глюкозы, давление в кавычках, то его понятно, в клетки гликонез и гликогенолиз. Шесть гормонов оказывающих основного действия, показанных как плюс, а стимуляцию процесса, а минус ее торможение. Можно снова посмотреть это на рисунке. В большинстве тканей, за исключением мозга, кишечника и почек, этот процесс зависит от присутствия инсулина. Секреция инсулина прежде всего определяется концентрацией глюкозы крови. Если уровень глюкозы ниже 3,3, то инсулин вовсе не уделяется. А по мере превышения этого порога, инсулин уделяется во все большее количество. Вследствие этого происходит отрицательная обратная связь. И во время дефицита глюкозы, имеющейся минимум глюкозы, не может попасть в клетки, зависимые от инсулина. Поэтому глюкоза сберегается для таких тканей, как мозг, в которых она требуется в первую очередь. И утилизация глюкозы не зависит от инсулина, которые не могут обходиться без глюкозы. Инсулин, помимо влияния на поступление глюкозы в клетки, стимулирует гликернас и ингибирует глюканолиз, что также направлено на снижение концентрации глюкозы в крови. Инсулин, таким образом, секреция, которая увеличится при повышении уровня глюкозы в крови, по меньшей мере, как минимум, тремя путями обеспечивает снижение уровня сахара. То есть действует механизм отрицательной обратной связи по трем каналам. Инсулин жизненно важен для регуляции и снабжения метаболической энергии, поскольку он единственный гормон, обладающий и бакомизирующий действием. Как видно, из только что рассмотренного рисунка, глюкогон, каратин, адреналин, гормон роста и тироксин, все эти гормоны стимулируют расщепление гликогена, а гормоны роста еще изумляют поступление глюкозы в некоторые клетки. Поэтому эти гормоны действуют в сторону повышения концентрации глюкозы в крови. И как следует ожидать, падение уровня глюкозы стимулирует их секреции. Следует отметить, что концентрация глюкозы в крови регулируется по механизму двойной обратной связи. Мы говорили о тройной, но в принципе двойная и тройная зависит от того, сколько каналов он учит. Таким образом, гипертемия стимулирует секрецию инсулина, которая вызывает гипоклимическую реакцию. И, напротив, гипоклимия подавляет секрецию инсулина, и в то же время стимулирует выброс остальных гормонов, обладающих гипертонизирующим действием. Ну и конвенгерция действия этих каналов приводит к тому, что у нас стабилизируется, ну или наоборот не стабилизируется, уровень сахара в крови. Ну вот примерно, что вам хотелось рассказать. Если будут вопросы, звоните, пишите по адресу Артем1962 Собака Мэй Ру Спасибо за внимание.